Диссертация называется, так же как и сегодняшний мой доклад, эффекты поляризации в процессах электронно-позитронной аннигиляции при высоких энергиях. Диссертация планируется защищаться в лаборатории теоретической физики, потому что специальность 010402, но поскольку выполнена была в нашей лаборатории, то вот семинар проходит у нас. Научным руководителем является Садыков Ренат Рафаилович, тоже сотрудник нашей лаборатории. План моего доклада представлен здесь, он в принципе соответствует плану будущей, то есть написанной диссертации по главам, введения, потом четыре процесса, это процесс рождения боба рассеяния электронно-позитронного, процесс рождения бозона Хиггса и Z-бозона, рождение электронных пар и Z-гамма, ну и в конце будут заключения и всякие формальные вещи, связанные с апробациями и публикацией. Значит, были выбраны для будущих электронно-позитронных ускорителей, которые планируются, были выбраны самые, так сказать, важные процессы. Вот здесь представлены графики процессов с наибольшим сечением, и поскольку будущий ускоритель планируется в некоторых вариантах строить с поляризованными пучками, была поставлена задача вычислить на петлевые поправки электрослабые для этих процессов, ну для части процессов, тут четыре подсвечены, с учетом поляризации, и видно, что три из них уже опубликованы, и четвертый вот припринт не успели опубликовать, к сожалению, но, тем не менее, в работу эта часть тоже включена. Значит, как все, наверное, уже давно знают, обсуждаются четыре проекта ускорителей, так вот реалистичных, это два циркулярных ускорителя, один в Церне, это FCC, будущий циркулярный коллайдер, и в Китае CPC, циркулярный E+, E- коллайдер. Вот, и два линейных ускорителя, один из них, это Клик, который тоже в Церне предполагался, разрабатывался, и ELC, наверное, самый старший из этих проектов, который по последним данным обсуждается в строительстве в Японии. В общем, эти проекты на очень высокой степени проработки, поэтому, в принципе, теоретическая поддержка их уже является достаточно насущной задачей, поскольку известны их предполагаемые режимы работы, то есть энергии, на которых они будут действовать, и, возможно, предполагаемые светимости, которые надеются на них достичь. Здесь показаны вот эти возможности этих ускорителей на одном графике, то есть по горизонтальной оси этой энергии, и видно, что линейные ускорители позволяют достигать больших энергий, в таком случае с кликом до 3 ТЭФ, а циркулярные ускорители энергии достаточно ограничены, но при этом позволяют достигать большой светимости. Вот наиболее впечатляющими, конечно, является для FCC, которая в 100 тысяч раз больше статистика, чем на ЛЭПе. На Z-пике может быть собрана. То есть это означает, что, с одной стороны, нужны новые теоретические расчеты для более высоких энергий в сравнении с теми, что существовали, допустим, в эпоху ЛЭП, и, с другой стороны, за счет высокой светимости, естественно, будет уменьшаться теоретическая ошибка, да и другие виды ошибок, естественно, уменьшаются за счет того, что развивается электроника. Поэтому, в принципе, теоретическая поддержка требуется и для учета более высоких эффектов, более высоких порядков в теории возмущений, более тонких эффектов в рамках известной физики, чтобы найти какую-то новую физику. То есть видно, что скрители взаимодополняемые, и поэтому до сих пор непонятно, какие из них в каком порядке будут когда построены. И полагается, что, наверное, разумнее всего было два ускорителя. Один циркулярный, другой линейный. Для линейных ускорителей во всех, то есть и для ELC, и для клика обсуждается поляризованный режим, потому что он позволяет очень сильно расширить его возможности в плане работы с физикой, как в поиске новой физики, так и в уточнении существующей. Вот видно, что с помощью поляризационной симметрии можно уточнять какие-то характеристики в электрослабой теории на пике Z-бозона, уточнять массы и константы связи T-кварка, искать новые нейтральные бозоны при больших энергиях. Также светимость эффективно может быть увеличена за счет определенной комбинации степеней поляризации для электронной позитрона, и таким образом можно еще больше эту статистику собрать для, допустим, уточнения массы W-бозона, констант связи Х-кса, констант связи W и константы самодействия бозона Х-кса. Усилить какие-то интересные процессы, например, для больших энергий, можно надеяться найти какой-нибудь композитный Х-кс, и он будет при определенных комбинациях поляризации, сечение этих процессов будет увеличиваться, а можно наоборот с помощью определенной комбинации подавить процессы стандартной модели в надежде найти какие-то экзотические, например, суперсимметрии. Поэтому поляризация для циркулярных вопросов поляризации тоже обсуждается, хотя, конечно, он не на такой приоритете, потому что наверняка будет сопровождаться уменьшением светимости, и тут идет некая дилемма. Поэтому, кроме того, существуют низкоэнергетические эксперименты, например, вот эксперимент BSTRI на ускорителе в Пекине, который работает от 2 до 4,5 ГФ. Разрабатываются проекты супер-цетау-фабрики для рождения тау-лептонов и очарованных частиц. Один из них пронируется в Сарове, в Новосибирске, вот этот проект, который обсуждается, что может быть в Сарове построен. Ну и у китайцев есть аналогичный совершенно, с похожими характеристиками проект. И для таких экспериментов также требуется некоторое... Во-первых, поляризация здесь также для некоторых ситуаций присутствует, поэтому теоретическая поддержка этих экспериментов также необходима. В первую очередь для мониторинга светимости. Во-вторых, как бы, поскольку тау-частица распадается, и продукты ее распада изучаются детально, а это очень сильно зависит от степени поляризации тау-лептонов, то, соответственно, необходим учет поляризации конечных частиц, в данном случае моделирования этой поляризации. И, в принципе, в некоторых ситуациях необходимо знать сечение для полного фазового объема. Это те задачи, которые возникали в процессе обсуждения с экспериментаторами, и мы поэтому тоже включили их в некоторые требования для будущих расчетов. Вот здесь обзор существующих программных пакетов для моделирования процессов на их плюс-минус-ускорителях. Это, во-первых, группа краковская, в которой существует три программы, это KKMC, которые включают в основном рождение лептонных пар с учетом, в основном, квантовой электродинамики с некоторым пересуммированием многофотонных излучений, и декларируется, что там есть поляризация, хотя численные результаты для поляризации они не представляют в своих статьях. Электроставые поправки у них учтены с помощью библиотеки DZ, к разработке которой также имеет наша лаборатория прямое отношение, наш сектор теоретической поддержки эксперимента. Еще есть два пакета для процесса БАБА на широкие углы BH-wide и на маленькие углы, то есть для форвард региона это BH-люми для мониторинга светимости. В этих процессах нету поляризации, поэтому БАБА здесь процесс учтен без поляризации, хотя какие-то есть эффекты пересуммирования, многофотонные, квантовой электродинамика, в любом случае эти библиотеки имеют высокое качество и с ними, конечно, надо как бы серьезно сравниваться. Японская группа Grace разрабатывала процессы с полной поляризацией электроставыми поправками, однако последняя публикация в 2006 году и до сих пор активность эта группа не проявляет, поэтому для новых ускорителей, новых режимов у них соответствующих расчетов не появилось, тем не менее, то, что у них старые наработки используются для некоторой верификации. Итальянская группа разрабатывает генератор БАБА-ЯГО, который учитывает, манедрирует процессы БАБА, бетангеляции в два фотона, в лептоны, и в нем нету поляризации частиц, ни начальных, ни конечных, но зато есть многофотонный ливень, и некоторые электроставые поправки учтены, хотя не совсем понятно, в каком объеме, поскольку отдельной публикации у них на эту тему, к сожалению, нет. Существует и очень активно разрабатывается генератор Wizard, немецкий и скандинавский какие-то институты. Это генератор автоматического генерирования процессов на древесном уровне, зато с большим количеством разных частиц в конечном состоянии и полностью поляризованы. То есть гибкость этого генератора очень большая, и, в принципе, он считается официальным генератором для китайского ускорителя CEPC. На данный момент они в основном его используют для моделирования. Но поскольку у них нету петлевых поправок, то этот генератор пока еще является только стартовым. Хотя, конечно, обсуждается развитие его в сторону учета петлевых поправок. Этой членом публикации, к сожалению, очень мало. Еще есть довольно известный пакет Kalkheb на древесном уровне, моделирующий процессы для разных электронных и адронных ускорителей. В нем учет поляризации тоже появился сравнительно недавно. И библиотека очень быстрая и эффективная, и мы ее используем для сравнения. В ее разработке участвуют тоже люди из России. Моя работа выполнялась в рамках проекта SunSea. То есть в среде SunSea это набор модулей и библиотек для теоретической и численной поддержки экспериментов на ускорителях. И реализован он в виде библиотек на системе компьютерной алгебры форм. В некоторых вспомогательных библиотек с вычисленными интегралами. И система разрабатывалась, начиная с 2000-х годов, достаточно консервативным образом организованы вычисления. На петлевом уровне вклад разбивается на четыре части. На вклад древесный, вклад в петлевых диаграмм, который регуляризуется вспомогательной массой фотона. Вклад мягкого тормозного излучения, в котором появляется параметр, который эту самую мягкость фотонов задает. И вклад жесткого тормозного излучения, который, естественно, тоже зависит от этого разделителя между мягкими и жесткими фотонами энергетического. И в конечный ответ проверяется, что в зависимости от вспомогательных параметров лямбда и омега, она сокращается полностью и исчезает. Значит, виртуальный вклад вычисляется в проекте S&C с помощью наработанных библиотек. Я подробно расскажу на примере, как это устроено. И процесс жесткого излучения. Ранее библиотека позволяла вычислять эти процессы только с помощью стандартных процедур вычисления квадратом отличного элемента. Но планомерно переходим на режим использования спиральных амплитуд. Для виртуальной части это было изимплементировано, реализовано ранее. Для процесса жесткого тормозного излучения это вот реализацию именно спиральных амплитуд. Это моя работа. В основном я этому посвящал большую часть своей деятельности. Поэтому я этот вклад выделил другим цветом. Значит, для ускорителей предполагается, что вектор поляризации начальных частиц может быть достаточно произвольным. Но если его спроектировать на продольные и поперечные компоненты и с помощью углов их задать, то можно разложить матричный элемент до вот этого произвольного поляризованного начального состояния на состояние с определенными спиральностями. То есть вот эти h курсивные, это спиральные амплитуды, а параметры, вот эти углы и параметры степени поляризованности, вот их можно тут увидеть, они как раз и позволяют редуцировать задачу вычисления матричного элемента для произвольной поляризации к задаче вычисления конкретного полиализации со спиральной состояния, и состояние, ну, как вы знаете, для проекции на векторном импульсе в системе, в данном случае лабораторной. Итак, я закончил введение, я перехожу к первой своему процессу, это глава 2, посвящена процессу электропозиторного рассеяния, то есть рассеяния БАА. Этот процесс очень известен, в первую очередь он используется при измерении светимости, в том числе и на низких энергиях, требует для качественного и точного вычисления. В некоторых ситуациях удерживать массу частиц по разным причинам, в том числе и потому, это необходимо оказалось для учета поляризации, поскольку именно в этом регионе при малых углах и существующие способы учета подобных вкладов, они не разрабатывались, поэтому мы работаем без пренебрежения. Значит, вклад виртуальных частиц вычисляется следующим образом. Сначала строится так называемая квариантная амплитуда, в котором соответствующая структура организуется как коэффициент, как некоторые структуры из спиннеров, вот они снизу приведены для примера, и при них скалярные форм-факторы, которые содержат в себе всю информацию о петлевых взаимодействиях, то есть они выражаются через интегралы, и именно эти форм-факторы вычисляются в среде сан-си. Часть из них имеют структуру, напоминающую древесный уровень, борновскую, а некоторые появляются экзотические, которых на древесном уровне нету, и которые, в принципе, начинаются с первого порядка по константе связи. Значит, с помощью этих форм-факторов можно вычислить спиральные амплитуды. В формализме Вега-Вудка они выглядят вот таким вот образом, здесь явно введены углы в системе лабораторной, ну, в системе центром масс, то есть обычно, и некоторые комбинации, удобные для отношения пропагаторов, константы связи, синусы угла Вайнберга, вот этого слабого эльфа, и позволяют записать достаточно компактно. Некоторые комбинации констант-связи, вот такие, как разница между векторно-аксиальной, они возникают к некоторым множителям и выделены отдельно. Вот я уже говорил, что чтобы получить древесный уровень, достаточно форм-факторы эти подставить единицу, то есть мы нормируем их на единицу, чтобы получился древесный уровень, ворновский. Для вычисления жесткого тормозного излучения мы используем формализм спиннерных амплитуд. Я напомню, что такое спиннер для воспроизвольного вектора, если он является безмассовым, то есть нулевым квадратом, ну, это означает, можно запятить его с помощью матрицы, если ее определить, который равен массе, равен нулю, то эта матрица разбивается на прямое произведение двух векторов, которые, собственно, и есть спиннеры. Мы введем следующее обозначение для этих спиннеров. Угловая скобочка кет-вектор – это спиннер с нижним недатированным индексом, а квадратный кет-вектор – это для верхнего датированного. Для бра-векторов можно получить с помощью спиннерной метрики, это просто антисимметричная матрица. вопрос сводится к коробковому взаимодействию с произведением вот таких вот объектов и их спиннерных произведений. Для массивной частицы, насколько наша задача вычислять все с учетом масс, даже для такого, казалось бы, ситуации, когда в процессе БАБА масса электронная очень маленькая, тем не менее мы их удерживаем. Я уже говорил, для этого есть свои соображения, в том числе и для последовательного учета эффектов в сингулярных регионах вперед и назад, вдоль пучка. Там эти массы могут давать ненулевые вклады, даже не исчезающие, даже при стремлении их к нулю. Значит, для того, чтобы это сделать, надо взять вектор импульс массивной частицы и разбить на два безмассовых. Один из безмассовых векторов Q задается произвольно, он фактически соответствует вектору Павлю Любанского и может быть связан с вообще кантованием спина фактически. А вектор дополняющего, ассоциированный вектор K, он как бы получается из условий равенства нулю квадрата, ну и из нормировки. И он можно компактно записать таким вот образом, если взять с матрицы Dirac, свернуть таким образом. И после того, как соответствующий импульс разбит, можно построить соответствующие Dirac-овские спиннеры. Мы их, два Dirac-овских спиннера для плюс-поляризации и для минус-поляризации объединили в одну матрицу. Получается, у нас матрица с двумя столбцами и каждый столбец это, наверное, четырехкомпонентный Dirac-овский спиннер, который в свою очередь разбивается на два двухкомпонентных блока, один из которых соответствует Велевску спиннеру недатированному, а второй датированному, то есть с точкой. И вот такие решения можно построить для U-спиннера и для V-спиннера. Мы опять-таки до них вводим нотацию, то есть обозначение безиндексное, потом в дальнейшем будет понятно, что это очень удобно. Интересным приемом удалось упростить себе задачу следующим образом. В качестве вот этого вектора Q, который здесь упоминается для разбиения, который в принципе произволен, можно выбрать вектор импульс тормозного фотона, который у нас пятый номер имеет. И тогда у всех импульсов Ферлеферменов получаются соответствующие дополнительные, вспомогательные ассоциированные импульсы K и T. И если подставить их в закон сохранения импульса, ну, здесь для симметричности выбрана ситуация, когда все частицы входящие, то импульс фотона, он как бы войдет в эту сумму и получится вот один общий множитель K, скалярный, вот тут приведен. И можно ввести вспомогательный вектор K5, который, соответственно, будет просто вот этот множитель учитывать. И тогда для вот этих вспомогательных векторов K будет выполняться закон сохранения энергии тоже, но при этом эти вектора K являются полностью безмассовыми. Таким образом, у нас внутри кинематики с массивных частиц такая вот неявно скрыта кинематика для безмассовых частиц. И, в принципе, эту кинематику можно провести последовательно вплоть до там всяких кинематических инвариантов, фазового объема, и там действительно все выражения очень сильно упрощаются именно в этих вот переменных K. В обратную сторону можно обернуть для обратного, то есть у нас появляется коэффициент K', где вместо вектора P5 стоит вектор K5. Значит, ну что, как мы редуцировали к векторам K и подставили дираковские спиннеры через вейлевские, вот как здесь уже явно написано, что пятая, то есть фотонная как бы компонента здесь, то дальше мы запрограммировали, реализовали на системе компьютерной алгебры специальный алгоритм, который применяет то же устройство с Хоутона, так называемое, которое позволяет автоматически упрощать амплитуду, получая компактный результат. Вот реализовав вот такую вот процедуру, в атлантическом режиме удалось получить компактный ответ. Но поскольку компактный ответ, это получается для ситуации, когда поляризация фиксирована импульсом фотона, нам для наших задач, в принципе, нужно, чтобы поляризация была в спиральном базисе, то есть электрополяризация задавалась в системе центромасс импульсом самой частицы, а не как не фотона, то нам потребуется еще дополнительное спиновое вращение, вот матрица этих вращений здесь приведена, это унитарная матрица, и чтобы ее, ну, как бы вычислить, потребуется еще несколько вспомогательных векторов безмассовых, которые вот задают направление трехмерной части вектора, и эти матрицы унитарные, и поэтому в случае, если по каким-то из поляризаций приходится суммирование или усреднение, то соответствующие матрицы можно и не применять, поскольку на сумму квадратов, ну, на квадраты матричного элемента соответствующего это не повлияет. Значит, вычисление организовано таким образом, что мы разбиваем диаграммы тормозного излучения на калибровочно-инвариантные подгруппы, на излучение изначального состояния, с конечного состояния, ну, и в случае с рассеянием БАБА есть еще диаграммы с токанальной излучения с верхней линии, то есть с электронной и с позитронной линией, и таким образом получается, что нам достаточно вычислить только одну из них, а остальные получают с помощью кроссинг-симметрии. Вот, более того, насчет того, что ЦП-четность выполняется, то можно уменьшить количество амплитуд за счет того, что операция инверсии знаков всех спиральностей осуществляется с помощью комплексного сопряжения. Тут вот вводятся вспомогательные обозначения, очень компактные, здесь вот этот коэффициент ТК, который я приводил раньше, только здесь он уже с учетом того, что процесс у нас не в ноль, а как бы два в три. Амплитуды здесь не все, конечно, но все-таки самые типичные, то есть они там определенным образом перестановка импульсов получается. Не исчезающей в безмассовом приближении является только вот такого типа амплитуда, а все остальные так или иначе пропорциональны массам фермионов. И вся кинематика прячется вот в такие редуцированные амплитуды, вот они здесь приведены, компактные и однородные, то есть кроме вот этого слагаемого, которым тоже, вот эта версия на Каппа, она здесь вот приведена, она порядка массы тоже, она тоже безмассовом пределе она исчезает. Вот, значит, теперь я покажу некоторые результаты, полученные с помощью этих выражений, значит, с помощью генератора Ренессанс, разрабатываемого нашей группой, были получены численные предсказания, то есть сечение с учетом полной однопетлевой электрослабой радиационной поправки для разных поляризаций, здесь взяты поляризации обсуждаемые для ELC в одной из их публикаций. Ну, видно, что сечение, поправка сечения, вот относительная в процентах, она зависит, очень заметно зависит от степени поляризации пучка, в некоторых случаях даже знак меняет, это означает, что учет поляризации на уровне петель необходим, и его невозможно добиться с помощью просто там х-фактора какого-нибудь неполяризованного сечения, то есть сечение петли видят поляризацию пучка, грубо говоря. Вот приведены некоторые дифференциальные распределения, в данном случае вот сечение по косинусу угла, видно, что поправка довольно большая, большая, и сама поправка отдельно приведена внизу на графике, вот, для R2 энергии 250 и 500 ГФ, ну, видно, что она в регионе назад, она становится огромной из-за всяких эффектов, и здесь приведена еще поляризационная симметрия в зависимости от угла рассеяния, и видно, что первая поправка меняет ее форму очень существенно, что прям до неузнаваемости меняется форма симметрии, и при изменении энергии форма тоже меняется заметно. Значит, перехожу к главе 3, эта глава посвящена ассоциированному рождению бозона Хиггса, ну, и Z-бозоном. То есть этот процесс является как бы основным сигнальным процессом почти на всех ускорителях, которые планируют изучать рождение бозона Хиггса, работать в энергию примерно 240-250 кефтам, сечение вот этого процесса максимальное, и планируется получить достаточно большое количество бозонов Хиггса, чтобы изучить их свойства, в первую очередь, конечно, уточнить их массу. По той же процедуре с помощью квариатной амплитуды были получены структуры и выделены форм-факторы, форм-факторы вычислены в среде СНСИ, и с их помощью получены спиральные амплитуды для этого процесса, для петлевых диаграмм. Вот они здесь приведены, три простые, и остальные получаются некоторыми перестановками значений, констант связи, и некоторые значения внизу приведены. Тормозное излучение посчитано в том же формализме, что я вот только что описал для Бабара Сенья, тоже в идее вспомогательные векторап кинематика пропорицировалась на световой конус фотона, и амплитуды получились вот такими вот компактными. Здесь опять не все приведены, только самые такие типичные, они там похожие с перестановками некоторых интенсов. Таким вот образом. И вот я показываю снова результаты, численные, подсказания полученные с помощью наших расчетов, аналитические расчеты, из них получен модуль, Fortran модуль, который позволяет получить численные результаты, они тоже получены тут как генератором Ренессанс, так и Монте-Калло интегратором Синси-Сан-Си согласуются очень хорошо, предсказания обоими способами получены. И видно опять, что поправка очень сильно зависит от степени поляризации, и поэтому пренебречь в поляризации невозможно, и для будущих ускорителей с поляризованными пучками придется вычитать полные поправки с поляризаций с самого начала. Кроме того, я скажу, что все эти расчеты в тех местах, где существуют уже какие-то другие вычисления, например, для неполяризованных процессов или на древесном уровне генератор-визор, они все сравнивались с ними, и получилось тоже хорошее согласие. Здесь показано дифференциальное сечение в зависимости от косинуса угла гулята Z-базона при 500 гэвах. Ну, видно, что поправка заметна, хотя форму распределения не меняет. Вита красный-зеленый. Да, красный – это древесный, зеленый – это поправка. извиняюсь. Значит, здесь приведено распределение по полемиентной массе Z-хитс, то есть перехожу к следующей главе, глава четвертая. Все-таки по прошлому слайду получается на номинальной энергии столкновений практически никогда не происходит взаимодействие, почти всегда испускается очень жесткий фотон, да? То есть вот на 500 гэвах до нуля падает. Обычно все-таки к 500 гэвам такой печок возрастает, когда не случилось никакого фотона. здесь показана специфическая комбинация поляризаций, в котором уничтожается инфокрасный этот самый и здесь получается такое интересное распределение может для этого показано. То есть если рассмотреть все поляризации будет совсем другая форма. Да-да-да. Это показано именно для вот такого экзотического вклада. У него своя необычная форма. Значит перехожу к главе четвертой посвященной рождению липтонных пар. Этот процесс конечно очень сильно изучен и публикации по его поводу огромное количество и расчеты с поляризацией тоже существуют. Однако оказалось что нет некоторых нюансов ради которых пришлось это вычисление произвести. Например поляризация конечных частиц чаще всего не учтена точнее с петлевыми поправками нигде не учтена и поэтому для таких процессов как CharmTau Fabric соответствующий учет был бы желателен хотя бы. Потом еще есть интересный недостаток существующих программ это то что они не пригодны для работы в полном фазовом объеме. То есть нельзя поставить 4P-геометрию полностью кат и снять. Хотя процесс этот не имеет сингулярности в никаком виде. Тем не менее коды существующие такой устойчивости не обладали а мы ставили задачу реализовать чтобы полностью это ограничение было снято. Таким образом некоторое расширение существующего расчета произведено. Значит в среде S&C получены спиральные амплитуды по той же процедуре которую я уже прописал через гавариантную амплитуду выделены форм-факторы и с помощью них построены спиральные амплитуды для петлевых вкладов. Здесь приведены часть из них получается с заменами. Потом большое внимание здесь уделили тормозному излучению потому что количество диаграмм достаточно большое амплитуды разбирать каждую спираль степень полиализации для каждой частицы то получается что число спиральных амплитуд растет как 2 в степени число внешних частиц в том случае 2 в 5 то есть 32 спиральные амплитуды несмотря на все эти симметрии организовать вычисления становится все более и более сложно приходилось автоматически генерировать код и поэтому была поставлена задача какие-то процедуры на теоретическом уровне обобщить и реализовать Одним из них стал недостаток процедуры автоматического применения тоже с Хоутона я там упоминал алгоритмы на компьютерной алгебре казалось что этот алгоритм так или иначе в принципе довольно однотипные упрощения производит которые в конечном счете если изучать конечный ответ сводились к тому что конечный ответ переставал выражаться через вектор поляризации фотона в аксиальной калибровке G это некоторый вектор из массовых векторов задающий ось аксиальной калибровки но в ответе естественно этот вектор G исчезает поскольку ответ калибровочный И, как оказалось, в ответе появляются объекты, которые фактически являются тензером напряженности Максвелла, очень известной, который, само собой, калибровочный инвариантин. И поэтому была поставлена задача получить ответ, выраженный через тензер Максвелла, на более раннем этапе, до того, как количество амплитуд раскрываются все тераковские спиннеры, и появляется большое количество достаточно простых амплитуд, но их много. Поэтому задача была решена на уровне дираковском. Еще до того, как мы разбираем дираковские спиннеры на их компоненты, вейлевские, вот здесь приведен пример, как, например, икональный множитель. Его можно таким вот образом перегруппировать, и вот этот поделитель в числителе, который соответствует некоторому произведению внешнего, выражается через след, в котором тензер Максвелла, который в этом случае является всего лишь ε на p. Ну, это птичка, это антисимметризованное дираковское произведение, то есть оно вот как здесь вот антисимметризованное, то есть, соответственно, здесь стоит не гамма-матрица, а сигма-матрица. И таким образом оказывалось, что вот действительно можно на этапе еще вот работы с амплитудой этот тензер Максвелла явным образом ввести, вот это проделано для амплитуды именно рождения электронных пар, для тормозного излучения. И получается, что вот действительно ответ группируется в три слагаемых, каждая из которых калибровочный вариант, потому что зависит именно от тензера Максвелла. И уже когда с этой амплитудой производить дальнейшие вычисления, то есть, переходить к спиннерам, то ответ сразу становится компактным, и автоматические применения Торрис Холтона не дают никаких упрощений, потому что все уже упрощено на этом этапе. То есть, ну, грубо говоря, вот одним махом этот процесс, эту процедуру реализовали на данном этапе. Ну вот, можно сказать, что эта процедура обобщается, то есть, этот прием можно обобщить, взять, допустим, хатон оффшельный, то есть, не на массовой поверхности, такой виртуальный, который может на что-то там распасться, и проделать эту же процедуру таким же образом. Для этого, правда, придется немножко вспомогательную кинематику модифицировать, вводятся большие импульсы P вместо маленьких, а фотон, хотя он и оффшельный, тем не менее, все равно будет зависеть от вот такой комбинации, которая соответствует некому аналогу тензера Максвелла, в таком случае, для оффшельной частицы. И ответ, я не знаю, я не буду, наверное, эти выкладки сильно пояснять, в принципе, это дираковские алгебры, ничего особенного нету, ну и оказывается, что действительно получается апплитуда в своей структуре практически идентичная той, что здесь, просто с некоторой модифицированной кинематикой, с помощью модифицированных вот этих импульсов P и пропагаторов. И таким образом получается, что ограничений того, чтобы, ну, то есть, можно производить соответствующее упрощение для амплитудоподобных, скажем так, объектов, сколько у них какая-то из ног не на массовой поверхности, и поэтому калибровочная вариантность там как бы и не ожидается, тем не менее, вот некоторые торжества города соответствующие как бы становятся очевидными и явно образом в них включаются, имплементируются. Значит, с помощью полученной амплитуды, мы, вот, с помощью Монте-Карл-генератора Ренессанса и интегратора MC Sunset получили предсказание для деклевого сечения с учетом электрославной радиационной поправки, вот, для энергии 5, 250, 500 и 1000 ГФ. Здесь, как видно, сечение, вот, если смотреть, оно, поправка в процентах меняется не очень существенно, то есть, она достаточно слабо чувствительна именно к степени поляризации, то есть, зависимость есть, но слабая. Видно, что первый знак почти никогда не меняется, а меняется где-то второй знак. То есть, вот наш результат. Этот, здесь приведен результат в условиях, когда нету обрезаний фазового объема, то есть, в полной 4P геометрии и поправки, естественно, становятся огромными из-за разных эффектов, связанных как с возвращением на резонанс и какие-то линейные эффекты типа логарифмов. При этом поправки становятся большими, но при этом точность в нашем вычислении все равно высокая. Горантируем, вот, четвертый знак у нас, по крайней мере, пятый. То есть, качество Монт-Карло вычислений, оно не страдает в таких условиях. Здесь приведены вычисления для Мионов и Тау. Видно, что зависимость от массы конечного Фермиона заметно влияет на поправку. Поэтому, конечно, учет масс необходим для энергии 5 ГФ. В принципе, было понятно и заранее, но тем не менее. Но зависимость поправки от поляризации достаточно слабая. Здесь приводятся, как бы, компоненты, ну, во-первых, мы вычисления произвели в двух разных схемах перенормировки, да, электрослабой. Одна из схем, это схема на массовой поверхности, в которой заряд фиксируется, ну, в том, в основном пределе, при нулевом переданном импульсе. Вторая схема, когда используется в качестве входного параметра константа Фермии, да, константа распада Миона. И, таким образом, на масштабе массы Миона как-то зафиксируется. И вот для этих схем, вот здесь переведены поправки, которые разбиты на... Из которых выделена чисто слабая часть, виг, которая не включает электродинамику. То есть, чистая электродинамика как бы выделена. И видно, что чистая лик-часть, чисто слабая часть, она тоже засущественная. И видно, что она в разных схемах сильно отличается. В некоторых схемах она меньше заметна. Егор, а от схемы, наверное, зависят только отдельные поправки, а полное сечение со всеми поправками должны быть независимы от схемы? Полное сечение станет независимы от схемы, к этому учтем высшие петли. А поскольку высших петель здесь нет, то зависимость есть. И, конечно, то, что здесь это существенно зависит от... То есть, нужны высшие поправки, поправки высших порядков, по крайней мере, самые лидирующие. Типа Дельта-Ро, бегущая константа связи. Здесь у нас чисто однопетлевый вклад. И здесь, именно в этом расчете этого нет. То есть, это тоже, в принципе, в нашей группе делается, но это не моя диссертация. Другие люди делают. Поэтому я про это ничего не говорю. Про то, как эти зависимости от схемы сокращаются и уменьшаются. Я говорю, что слабая поправка большая, но на фоне вот этих астрономических поправок, которые в основном объясняются электродинамикой, чистой квантовой электродинамикой. Из 170%, 11% это слабые эффекты, и, соответственно, 160% это электродинамика. Примерно такая ситуация. Значит, вот тут приведена презентационная симметрия в зависимости от угла. Там вылет одного из мионов. Ну, вот жирная линия – это, допустим, борн, а жирная, в смысле, тонкая, сплошная – это с одной петлей на Z-пике. Ну, и также аналогично здесь. Жирная, пунктирная, красная – это на 250 в борн, а тонкая, пунктирная, красная – это допетлевая вкладка. То есть, видно, что счет петель сильно меняет и форму, особенно появляется вот здесь вот какой-то такой вот бугор, здесь уменьшается. То есть, поправки, в общем, впечатляют категорически необходимы для этих асимметрий. Далее вот здесь приводится дифференциальное сечение по косинусу угла вылета миона, и видно то, что поправки сильно меняют форму и само сечение, особенно на границах фазового объема. Поэтому, действительно, в этих регионах можно ожидать какие-то усложнения для Монте-Карло-генератора, но наши расчеты показали, что справляется совсем. Значит, я хожу к последней главе диссертации, священной рождению Z-базона и фотона. Этот процесс важен, в первую очередь, как фоновый процесс к рождению Z-хиггс, поскольку в квантовых числах у хиггса и фотона есть общие некоторые каналы распада. И далее этот процесс интересен для изучения трехбазонных вершин с фотон, Z-базон, фотон и фотон, Z-базон, Z-базон. Естественно, что на древесном уровне этих вершин вообще нет в стандартной модели, поскольку Z-базон у нас не заряженный, а с учетом петель они там могли бы появляться, но их нет по другим причинам, там они подавлены за счет всяких сокращений. Тем не менее, в некоторых моделях отклоняющиеся от стандартной модели они могут быть, и поэтому их измерение именно этих вершин, оно тоже интересно. Значит, здесь я привожу спиральные амплитуды для вклада виртуальных частиц. Получено с помощью среды SNC, тут уделены вот эти форм-факторы. Здесь присутствуют пропагаторы, в которых надо удерживать массу электронов обязательно. И вот они здесь приведены все. Форм-факторы со значком нолик, это соответственно древесному уровню, то есть если их поставить равным в единице, то останется Born, а остальные надо поставить нулю равными. То есть они присутствуют в тех структурах, которых нет на Bornском уровне, то есть у нас базис структур очень большой оказался в этом процессе, вы видите. 11 структур, но с учетом Борновской 12 получается. Значит, для вычисления жесткого тормозного излучения мы продолжили упрощать и автоматизировать процедуру, а именно с следующим шагом после работы с дираковском уровне, с вектором, с тензором Максвелла, мы решили посмотреть, обнаружили связь между дираковскими спиннерами и спиннерами в шестимерном пространстве. То есть вот можно ввести такие шесть матриц, из которых дираковские матрицы, гамма-5 и единичная матрица образуют шесть матриц, и два вида, для этого приходится поэтому тут апостроф ставить прямой и обратный. Чтобы получить метрику со знаком минус единица, здесь нужно минус единица. По-другому невозможно добиться. Вот коммутационное соотношение для этого шестимерного. То есть они как бы, матрицы дираков играют роль матриц Паули в шестимерном пространстве, а дираковские спиннеры начинают играть роль вейдевских спиннеров. И, соответственно, там существует тоже спиннерная метрика, которая есть. Метрика, то есть матрица 4х4, которая позволяет поднимать и опускать индексы. Правда, здесь некоторые усложнение есть за счет того, что некоторые индексы с точками, некоторые без точек. И в отличие, допустим, от четверхмерного случая. Однако, если работать не в шести, а в пятимере, то, значит, то, что матрица 6, и вот она здесь единичная, то можно у нее индексы с точкой и без точки как бы отождествлять и просто опускать его или поднимать. И таким образом вопрос этот исчезает. Ну, в частности, если вот работать в пятимерном пространстве, можно определить такой вот антисимметризованный, ну, типа аналог тензора Левича Вита только для спиннеров. То есть здесь спиннерные индексы, и вот он выражается через спиннерную метрику. Значит, дираковские спиннеры, я вот где-то там вначале приводил пример, что их удобно записать в виде матрицы 2х4. Вот эти значения там тоже приводились. То есть индекс, который прибегает к значению вот 1, 2, это плюс-минус, это поляризация. Ну, и альфа, это спиннер, который 1, 2, 3, 4, индекс, собственно, спиннерный. И таким образом у нас получается вот эти 2х4. В случае спиннерной метрики можно индексы поднимать и опускать. Для индекса спирального, вот этого, который плюс-минус, мы тоже вводим специальную метрику, которая соответствует, так называемой, малой группе. То есть группе спиновых вращений, малая группа, SU2. И вот у нее есть тоже соответствующие. То есть получается, это как бы спиннерный индекс этой малой группы. И вот тоже можно понимать, опускать. И тогда у нас обычное суммирование по спиннам, которое вот у нас здесь происходит, ну, типа соотношение полноты, да, проективный оператор, она становится ковариантом относительно именно поворотов внутри малой группы. То есть здесь индексы один верхний, другой нижний. Значит, соответственно, унитарное преобразование, которое этот индекс как-то модифицирует, оно вставляет неизменным исходный как бы вектор P, то есть вот эту декомпозицию. И это вот как раз соответствует повороту, ну, ассистиквентования спина в системе, там, какой-то покоя, частицы, то есть в системе, которая оставляет вектор P неизменным. Это есть малая группа. Здесь вот мы для обобщения ввели вместо одной массы две, то есть для гамма-плюс это единица плюс гамма-5 пополам, а это гамма-минус это единица минус гамма-5 пополам, то есть удобно как бы ввести такой вот две массы, чтобы учитывать формально член, который, ну, вот здесь в шестимере, грубо говоря, может быть не просто масса, а здесь масса умноженная на гамма-5. Такого члена в дираковском уровне дирака нету, но в этом формализме его можно формально тоже удерживать для каких-то вспомогательных целей. Значит, с помощью тензора, вот Левич Вита, который я здесь определил, можно индексы парно, антисемитичные индексы поднимать и опускать, и таким образом от прямого проектора можно перейти к дуальному. Дуальный проектор представляется в виде декомпозиции по дуальным спиннерам, который, в принципе, за счет того, что здесь были массы с плюсом, здесь массы с минусом, то есть он очень напоминает спиннер В-типа. Вот, то есть это спиннеры У-типа и спиннеры В-типа. Можно доказать, что эти спиннеры ортогональны, прям обычные, которые угловой скобочкой жирные, я обозначаю и дуальные спиннеры, которые квадратные, жирные, и уровень дирака фактически становится некоторым следствием соотношения типа с холтами, то есть диссиметричный тензор с тремя индексами, каждый из которых приблигает два значения, должен быть равен нулю. Вот такое вот это есть. Значит, после того, как мы ввели вот эти матрицы 2 на 4, при свертывании по спиннерному индексу, который четырехмерный, у нас получаются объекты вот такого типа, это матрицы 2 на 2. И вот их произведение тоже матрица 2 на 2. Ну и вот для конкретного этого случая оказывается, что эта матрица диагональная, то есть она как бы скалер дает скалерное произведение, но с помощью этого можно, получается, эти матрицы обратные найти. И ответ, в принципе, выражается через вот такого типа матрицы и их обратные. В частности, можно доказать то же, что с Хоутона для шестимерного пространства, которое позволяет произвольный дираковский спиннер возложить на базис произвольных двух других, то есть обобщает четырехмерный случай. Вот для примера, как я показывал, да, для рождения липионных пар, как происходит упрощение, там используется алгебра дирака, а здесь это делается с помощью, то есть в шестимерном пространстве массы просто помещаются вот в шестую компоненту. для фотона это нулевая масса, ну и тензер-максвелл, а вот он в шестимерном пространстве так вот выглядит. И тогда получается, что можно просто взять правила Фейнмана и подставить просто импульс законосохранения, и мы приходим к этому ответу, который был тогда доказан достаточно громоздкими выкладками почти в одну строчку. То есть упрощение от формализма огромное, и более того, на следующем этапе перейти от такой вот записи, где присутствует тензер-максвелл, я вот пропустил этот слайд, тензер-максвелл можно тоже представить, как выразить через дираковские спиннеры, то есть в некий один, в одну запись. Тогда, хотя мы знаем, что у фотона две поляризации, в шестимерном пространстве их остается как бы четыре, ну две из них неинтересные нам поляризации в дополнительных измерениях, поэтому в принципе мы для фотона удерживаем два индекса малой группы, а с точкой, которая принимает значение там плюс-минус, но физически интересные нам комбинации плюс-плюс и минус-минус. А комбинации плюс-минус и минус-плюс соответствуют вот этим ненужным нам поляризациям фотонов в этих дополнительных измерениях, которых как бы и нету. То есть, поэтому вот так вот. Поле того, можно, в принципе, с помощью вот этого формализма записать вектор поляризации для произвольного вектора G, то есть если вектор G, фиксирующий калибровку, ранее требовалось, чтобы он был безмассовый, то здесь мы можем, используя вот, ну это обычная свертка, то есть это вектор, это тензор, то есть сверток вектор, умноженный на тензор дает вектор. То есть, и вот в таком выборе вектора поляризации можно вот фиксирующую калибровку вектор G выбрать любым, и он может быть, в частности, массивным, и вообще нет никаких ограничений, и мы получаем вектор поляризации, который, кроме обычного условия поперечности, обладает вот таким вот условием, который является условием аксиальной калибровки. Если угадать правильным образом вектор G, то можно некоторые вычисления сразу записать в компактном виде, и за счет того, что мы снимаем ограничения на то, как вектор G может быть, мы можем, как бы, у нас пространства для угадывания больше становится. Значит, ну подставляя вот тензор макс в виде спиннеров, можно вот получить амплитуду в таком вот виде. Здесь произведена некоторая компактная запись, опущены индексы малой группы, вот здесь вот индексы малой группы, а и а с точкой, они вот здесь опущены. У четверки с квадратной скобочкой есть медийный индекс, соответствующий с точкой, а у четвертой, четверки с угловой, такой же индекс, но без точки. То же самое с индексом 1 и с индексом 2. То есть здесь, на самом деле, тензор, у которого четыре индекса, соответствующие четырем индексам малой группы, которые являются как бы... И вот, таким образом мы разбиваем этот тензор, который с четырьмя индексами на блочное произведение тензоров с двумя индексами. Вот если назначим прямое произведение, то говорит, что это просто перемножение блоков. Таким образом, это очень упрощает организацию вычислений за счет того, что блоки можно вычислить заранее отдельно, а потом уже по мере необходимости перемножать. Значит, собственно, для нашего процесса тормозное излучение выглядит намного более сложным. Это был там некий пример. И процедура, которая выражается через тензор Максвелла, ответ вот такой вот. На один слайд поместился. Тем не менее, достаточно громоздкие. Но после того, как мы перейдем к дираковским спиннерам, вот этим спиннерам шестимерным вернее, то ответ становится более компактным. И вот эти строительные блоки, они вот здесь справа приведены, их мало, и они очень простые. Часть из них напоминают IP-канальные множители из предыдущего примера. И, в принципе, для людей, которые знают, как выглядит спиральная амплитуда в КХД или в безмассовом квантер-рисродинамике, видно, что очень похожая структура. Створишь разницу, что там это были скалярные спиннерные произведения, комплексные чисто, то здесь это матрицы 2 на 2, и они, тем не менее, собираются в очень похожие структуры. Мы, таким образом, видим некую преемственность. Ну и, значит, некоторые численные результаты для этого процесса. Здесь мы работали для двух наборов обрезаний фазового объема, потому что у нас есть один фотон, так сказать, сигнальный, один фотон тормозной. И, соответственно, можно два способа, как их накладывать. Можно либо наложить ограничение на угол вылета фотона для того из фотонов, у которого энергия наибольшая, то есть, который как бы соответствует древесному уровню, либо положить ограничение на оба, на углы для каждого из фотонов, вне зависимости от их энергии. Ну вот, и здесь можно посмотреть, как меняется, в зависимости от того, каким способом накладывается кат. Замесимость не очень большая, но она существует. Значит, полная однопетлевая электрославая поправка в схеме альфа-0 и схеме ЖМИ, вот здесь приведена. Поправки довольно существенные в некоторых, до 20% доходят. Ну и при некоторых, в наборе ограничений Е1 они могут быть меньше и даже иметь другой знак, чем в наборе 2. Здесь приведены графики для дифференциального сечения, то есть распределения по косинусу угла вылета Z-бозона. Поправки не сильно меняют форму, но, тем не менее, заметны, поэтому что-то в принципе необходимо. Здесь приведены в двух разных схемах или в двух разных катах. А зарядовой асимметрии нету, чтобы Z летел больше в Е+, чем в Е-? Нет, мы такого не строили. Вот есть поляризационная асимметрия, только зарядую. Может быть, интересно будет когда-нибудь изучить. Так. И я наконец-то добрался до заключения. Значит, изложенные результаты опубликованы на сегодняшний день в четырех статьях, которые присутствуют в списке рекомендованных ВАКом или вот в этих самых базах данных Scopus Web of Science. Три из них — это Physical Review D, то есть процесс БАБА, рождение Z-Higgs и рептономных пар. Еще есть одна статья в Journal of physics conference series, где описывается поляризационный БАБА для некоторых. И этот журнал присутствует в базе Scopus. Ну и статью по Z-Gamma пока только и весь припринт. Журнал мы не успели еще опубликовать. С учетом имеющихся трудностей — это неизвестно, как это будет. И еще есть статья, отправленная тоже в конференционный журнал по формализму вычисления именно с помощью спиннеров этих матричных элементов для массивных частиц. Апробация результатов проводилась в ряде конференций — это AutoCAD, который проходил в прошлом году, на воркшопах в Китае на CPC, на воркшопах FCC в коллаборации. Ну и вот на конференции КАЛК в 2018 году докладывался тоже формализм тормозного излучения и спиральных амплитуд. Ну еще в Минске там было такое вот мероприятие, да. Значит, на этом слайде приводится тезисы выносимой на защиту. Они выглядят достаточно однотипно. О том, что впервые вычислены петлевые электрослаборадиционные поправки в случае на поляризации для процесса БАБА рассеяния, поддержания массы всех частиц. Во-вторых, впервые получены однопетлевые электрослаборадиционные поправки для всех частиц, с учетом поляризации всех частиц, для процесса рождения литонных пар в полном фазовом объеме. Потом получены однопетлевые электрослаборадиционные поправки с учетом поляризации входящих частиц для процесса ассоциированного рождения бозона ХИКСА совместно с БАБА. И, наконец, впервые получены однопетлевые электрослабые радиационные поправки с учетом поляризации входящих частей для процесса рождения пары фотон Z-бозон. Вот все. Спасибо за внимание. Спасибо, Егор, за доклад. Однопетлевые поправки, а многопетлевые вы собираетесь потом? Многопетлевыми заниматься или не собираетесь? Обязательно собираемся. И даже какие-то вещи выполнены, но не мной, поэтому я про них здесь не рассказываю. Вопрос. Коллаборация с какого-нибудь будущего E+, E- коллайдера заинтересовалась вашими расчетами или программами? Разумеется. Например, китайцы позвали к себе, и мы рассказывали. Они интересовались результатами, в частности, процесс Баба их интересует. Поэтому с ними непосредственно идет взаимодействие. Потом я член коллаборации FCC, и регулярно там какие-то доклады делаются. Пока так. То есть уровень тут такой, что, конечно, поправки высшие сейчас не очень нужны для дизайна ускорителя, но представление иметь, как в их масштабе, в принципе, людям хочется. И следующие доклады делаем. Хорошо, спасибо. Вопрос, пожалуйста, к Егору. Я хочу добавить. Могу я добавить? Конечно. Мы перешли на поляризованную E+, E- физику после того, как экспериментаторы IFC попросили нас посчитать рассеяние бобы с поляризацией. Просто его никто не считал. Это было просто реквест от коллаборации. Хорошо. Вот Дмитрий Вадимович руку поднял. Пожалуйста. Егор, спасибо большое. Очень мощная работа. У меня вот вопрос там. В самом начале, может быть, в первой главе вы показывали картинки, где учет петли одной приводил к 100% и даже более 200% где-то по правкам. В этом смысле, ну да, вот типа вот то, что сейчас мелькало. Плава петля – это условное название, она включает в себя ESR, то есть возврат на Z-пик. Да, да. Здесь тормозное излучение, да, имеет важную роль. Но здесь не очень много, здесь именно в асимметрии очень заметно. Ну вот, собственно, вопрос такой. То есть это эффект возврата на этот пик или же это петля? То есть если это петля, то тогда, скажем, вторая петля и третья. Вот я здесь вот показывал, здесь вот это больше всего видно было вот на этой таблице, где показано, что чистая петля, она дает, допустим, вот столько, 10%, а вместе с возвратом вот эти самые 170%. То есть возврат, конечно, здесь доминирует. Поэтому возврат мы как бы не считаем, строго говоря, совсем уже прям нашей кухней. Мы это вычисляем, конечно, но это как бы с ним бороться, и учитывать эти эффекты можно другим способом. Понял. А петли, тем не менее, тоже. То есть если будет две петли такая... То есть если будет две петли такая... Егор, если будет две петли учтено, это будет тогда не на уровне 170%, а те же 11 или минусы, да, ожидать следует. Вот чтобы здесь не было 170%, во-первых, нужно... Это значит, что здесь идут вот эти эффекты, которые требуются пересуммировать, и они моделируются, вот, допустим, в существующих программах, как я вот показывал здесь. Это используется либо формализм Янифраучесура, то есть мультифотонное излучение, либо вот протонные ливни. То есть они вот эти вот эффекты учитывают корректно. Мы такой учет тоже планируем импрементировать в ближайшее время. А кричерей что-то в двух петлях и так далее, то это тоже, да. Но там еще есть вещи, которые можно учесть, не погружаясь непосредственно в две петли, с помощью всяких вот бегущих констант-связей, эффективных параметров, которые тоже уменьшат ошибку. Тем не менее, даже все эти ухищрения, которых, в принципе, для LHC хватало, для установки FCC не будет хватать. И придется там считать и две петли, и даже, наверное, три. И, конечно, планы на это строятся, но в порядке, как говорится, очередности. Ну, наверное, просто был вызван вот чем, что обычно считается, что одна петля дает небольшую поправку, а уж две петли совсем ничтожные. Но если одна петля порядка 100%, то две петли, может быть, тоже процентов 30. Вот, например, если учесть две петли, то есть два ESR-фотона одновременно, то может же такое быть, что каждая из них будет по 50 геф, и в сумме они будут давать возврат на Z-пик, и поэтому этот эффект тоже будет огромным. Ну вот, поэтому мультифотоны, именно конкретно ESR, они в первую очередь как раз и учитывают с помощью как особый тип поправок, выделяя их из всех остальных, именно они дают вот эти эффекты, которые требуются пересуммировать, и сколько там фотонов нужно, чтобы вернуться на пик, никто не знает, поэтому это и называется, в общем, мультифотонами, то есть все комбинации надо перебрать. Этот ингредиент необходим и для… Вот сейчас то, что Игорь переформулировал мой вопрос, это абсолютно правильно, я именно это и спрашивал, а ответ я, честно говоря, так и не понял. Можно я добавлю к этой теме? Это Андрей Арбузов. Вот смотрите, у нас действительно, допустим, первое, один фотон тормозной дал 200% поправки. Вопрос, сломалась ли теория возмущений, и, соответственно, второй фотон даст ли он тоже там 200%, если поправка больше, чем горновское сечение? Ответ, конечно, нет. То есть можно только один раз наиграть этот самый большой эффект, соответственно, вклад второго фотона будет подавлен постоянной тонкой структуры, да, он будет слегка усилен большими логарифмами, и, соответственно, действительно, вот первый фотон дал 200%, а второй фотон даст 30%, причем типично с сопротивоположным знаком. Третий фотон даст, ну там, 10%. И это все можно пересуммировать. Вот Егор показывал, вот там Енифраучи Шура пересуммирование, мы в наших каких-то вычислениях использовали формализм структурных функций электродинамики, тоже с учетом пересуммирования. То есть это все на самом деле контролируется, и теория возмущений работает. Да, спасибо. Спасибо, еще вопросы, пожалуйста. Нет, я бы хотела, чтобы… Можно я скажу, да? Я бы хотела, чтобы Егор сказал именно по поправке второго порядка, альфа квадратный, альфа-альфа-эс, какой величины, мы их считали, вот знаем, у него даже, наверное, прозрачка заготовлена. На уровне для эсканала. Нет, прозрачку я не заготовил, извиняюсь. Покажи таблицу, пожалуйста, эсканальную с поправкой. Нет, не для полного фазового объема. Нет, предыдущую, пожалуйста. Ну вот, предыдущая. Значит, следующие поправки, которые самые важные, это поправки альфа-квадрат и альфа-альфа-эс. Все следующие поправки по порядку теории возмущения будут меньше, чем они, и они будут иметь знакопеременное поведение. Поэтому чаще всего говорят только про них и только про них. Они будут порядка двух процентов по отношению к вору. Да, два процента. Это все, что… Это ответ на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Еще, коллеги, есть вопросы? Тогда поблагодарим Егора за хороший обстоятельный доклад. И всем спасибо за участие. Спасибо. А, Егор, удачи вам за счетой. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok